Друзья, я всех приветствую! С вами интернет-магазин Antilife. Меня зовут Александр. Перед вами смартфон Aukitel K6000 Pro. Это модель, которая уже закрепилась на рынке. Я не могу сказать, что это уже новинка. Обзор снимается задолго до того, как появились первые образцы в Украине. Связано это с тем, что не сложилось. Модель была настолько ажиотажной, что любые поставки сразу же уезжали клиентам и в особо больших количествах эта модель не заказывалась. Сейчас пришло время рассказать уже о закрепившемся лидере, о модели, которая признана очень многими, которая, в принципе, является одним смартфоном из самых продаваемых, потому что действительно есть за что платить эти деньги. Итак, смартфон Aukitel K6000 Pro поставляется вот в такой вот коробке. Здесь представлены, в принципе, все основные технические характеристики. В комплекте к смартфону поставляется вот такая вот скрепочка, документация от производителя. Также здесь присутствует OTG кабель, смартфон поддерживает OTG функцию и USB кабель плюс зарядка. Зарядка у нас идет на 2 полноценных ампера. Смартфон является логичным продолжением телефона смартфона Aukitel K6000, более упрощенная версия. Данный смартфон выполнен из металлического ободка. Спереди у нас 5,5 дюймовый дисплей, разрешение у него Full HD. Здесь присутствует стекло, которое закруглено, которое устойчиво к ударам. В принципе, об этом идет речь на сайте производителя компании. Есть три сенсорных кнопочки, есть фронтальная камера на 5 мегапикселей с интерполяцией до 8, разговорный динамик и датчики приближения освещения. К сожалению, недостатком этого смартфона является то, что в нем нет индикатора пропущенных событий. Здесь у нас есть лоток, лоток для сим-карт. Он у нас комбинирован. В принципе, схему расположения симок можно увидеть вот здесь вот на задней крышке на рисуночке. То есть, это две микросимки. Точнее, не микросимки, а давайте лучше посмотрим, потому что по памяти не помню. Говорить глупости не хочу. Да, здесь две микросимки, плюс можно поставить карту памяти вот в этот вот первый лоток. И таким вот образом у вас будет в смартфоне либо две симки микро, либо симка плюс карта памяти. Сверху разъем под наушники. Здесь у нас кнопка включения-выключения и качелька громкости. Кнопочки достойно сделаны, ничего не болтается. Второй, первый микрофон смартфона и микро-USB разъемчик. Сзади у нас крышка имеет вот такой вот формат. Вот это вот металл, а это вот пластик. Значит, снизу у нас есть динамик. Сверху у нас есть сканер отпечатков пальцев и 13-мегапиксельная камера с интерполяцией до 16 и двойная вспышка. В принципе, по сборке смартфон отлично сделан. Он ничего не трещит, не люфтит, не скрипит, наперегиб. Отлично смартфон отрабатывает. Сразу же скажу, что сканер отпечатков пальцев работает отлично. Первый раз, когда я задал там отпечаток, он работал так себе, но после того, как я задал ему вот такое вот количество отпечатков пять раз, в принципе, сканер у меня работает отлично. Ничего я сказать плохого о сканере вообще не могу. Что удобно, то что сканер разблокирует смартфон прямо в рабочий стол уже, где не нужно дополнительно его разблокировать еще пальцем. То есть это довольно-таки удобно. Поэтому со сканером проблем у вас не будет. Давайте рассмотрим технические характеристики через программу Antutu. Набирает эта модель 36,532 балла и по техническим характеристикам. По цифрам, конечно же, смартфон очень интересен. Это шестой Android. Это восьмиядерная MTK6753. Это Full HD. 16-мегапиксельная камера, но это интерполяция. 3 гига оперативки, 32 встроенных. 8 ядер по 1,3. Графический ускоритель здесь Mali-T720. Мультитач-тест у нас на 5 касаний. Из датчиков, которые присутствуют в этом смартфоне, есть датчик приближения, гироскоп, датчик освещения, датчик магнитного поля, датчик ориентации и датчик приближения. Что хочу сказать по поводу звучания смартфона. Я тестировал модельку по всем фронтам, как только можно было. И ходил некоторое время с этим смартфоном. Со звуком, в принципе, все отлично. В наушниках звучание хорошее. Внешний динамик громкий, звонкий. То есть, довольно-таки неплохого качества. Ну и во время разговоров я тут также не испытывал никаких проблем. Никакого дискомфорта у меня с микрофоном динамиком никогда не было. Естественно, смартфон поддерживает любые форматы видео. Аудио, потому что это шестой андроид, потому что это вообще просто андроид. Ну и, конечно же, процессор тоже у нас нормальный для всех этих задач. Плюс 3 гига оперативки. Что касается производительности смартфона, я вам покажу Asphalt 8. Но сразу же по правде хочется сказать, что это не топовый процессор на сегодняшний день. Процессор бюджетный. Процессор с урезанной частотой до 1,3 ГГц. Это процессор, который стоял на многих смартфонах, на Meizu M2 Note. Все мы помним, те, кто в теме, что, как Meizu M2 Note воспринимался после полноценного Meizu M1 Note, у которого было 8 ядер и 1,7 каждое ядро. Здесь у нас бюджетный МТК 6753, который в первую очередь направлен, конечно же, на обеспечение максимальной автономности устройства. В игры вы сможете поиграть, в принципе, сможете поиграть в любые игры, в любые топовые 3D игры, но графику, возможно, придется несколько приспустить до середины, чтобы нормально, адекватно играть в эти игры. Чтобы FPS, количество кадров в секунду у вас было на достойном уровне, и чтобы вы действительно получали наслаждение. Вот так вот запускается у нас Asphalt 8 на максимальных настройках. Ну, видим, что FPS не на уровне комфортной игры, и графику нужно здесь немножко понижать. Но, опять же, это правда, которую нужно знать и быть готовым к этому, что вы покупаете вот Alkitel K6000 Pro. Я сказал о аккумуляторе, и как-то так не заострил внимание. Смартфон имеет аккумулятор 6000 мАч. Смартфон имеет неразборную конструкцию, то есть крышка у нашей не снимается просто так, симки у нас не вставляются внутрь, они вставляются через ладок. Смартфон можно разобрать только путем мастерской, то есть через мастерскую, через мастеров, через специалистов во время выполнения какого-либо ремонта. Аккумулятор, в принципе, при желании можно заказать и поменять. В этом нет никакой проблемы. Итак, я тестировал аккумулятор, и вот какие результаты у меня получились. Естественно, это Antutu Testers, который набрал у меня 12400 баллов. Это действительно классный автономный результат. Это немножко меньше, чем показывает обычная Oukitel K6000. Ну, по понятным причинам, потому что здесь и процессор мощнее, и разрешение дисплея выше Full HD. Вот это основные факторы. Я также тестировал эту модель в режиме воспроизведения видео через YouTube. У меня получился вот такой вот результат. Запустил я его немного ранее, чем в 22 вечера, и около 8, около до 8 утра он у меня работал с максимальной яркостью, с подключенным Wi-Fi. В принципе, вы видите, что еще зарядки осталось 25%. Ну, то есть смартфон реально продержался около 10 часов, около 8 часов в режиме воспроизведения видео. Если бы я его не остановил, то это было бы, может быть, еще и 9-10. В принципе, очень достойный результат. 10 часов активности экрана в режиме воспроизведения видео. Это не просто так он лежал включенным. Это очень довольно-таки достойный результат. Что это значит? На деле, на практике, это будет 4-5 дня в довольно умеренном режиме пользования смартфона. То есть там звонки, минимальный интернет, какая-то камера и все. То есть по аккумулятору очень достойный вариант на уровне с любыми флагманами. Ну, естественно, конечно, с Aukitel Mk10000 этой модели не тягаться. Но данная модель находится на уровне Asus Zenfone Max, например, который тоже признан очень автономным смартфоном. GPS здесь присутствует полноценный. Спутники ловят смартфон моментально, отлично. Присутствует GLONASS навигация. И с этими всеми спутниками смартфон работает хорошо. По поводу камеры. Камера у нас здесь на 16 мегапикселей с интерполяцией основная, вот, показана. И на 8 мегапикселей с интерполяцией фронталкой. Видео записывается, естественно, в формате Full HD. Что могу сказать по камере? Мне камера понравилась. Вспышка также отрабатывает довольно-таки неплохо. Вот фотка в кромежной темноте. С небольшого расстояния вспышка отработала. Фокусировка тоже. Фотографии и видео я еще немножко поснимаю, чтобы вам более четкую информацию предоставить. Но даже уже по вот таким вот фотографиям видно, что смартфон, ну, действительно делает неплохие фотографии. И по камере здесь, в этой ценовой категории, ну, негативных моментов тоже быть не может. И это важно. В принципе, я вам рассказал все, что хотел о Aukitel K6000 Pro. В продаже имеются к нему чехлы, бампера, пленки, а также бронированные стекла. То, что показывают китайцы в своих роликах о том, что эта модель противоударная, это отчасти присутствует. Потому что признано, что вот эта вот стеклышка 2.5D, оно трехслойное. И оно более устойчиво к перпендикулярным вот таким вот ударам. И оно выдерживает там и разбив ореха, и можно гвозди забивать. Ну, то есть, производитель Aukitel постарался и показал это во всей красе. Но бывали случаи, что обращались люди, что падал смартфон уголком и лопался этот дисплей. К сожалению, от этого уберечься нельзя никак. Даже если вы купите супер-пупер защищенный смартфон, вы можете его уронить. Он может упасть каким-то образом не совсем удобным, и он тоже будет разбит. Поэтому мой вам совет, если есть возможность, приобретайте максимальную защиту в плане аксессуаров. И стекло бронированное можно сюда наклеить, и бампер одеть, и чехол, книжку и так далее. Тем самым вы себя обезопасите, потому что экраны на эти модели очень дорогие. В районе 70 долларов дисплей. Из недостатков я могу выделить в этом смартфоне отсутствие индикатора пропущенных событий. И все-таки бюджетный урезанный процессор. Потому что то, что здесь 3 гига оперативки, это понятно. Но я вам хочу сказать так, что на производительность в большей степени влияет именно процессор. А процессор здесь урезанный, который в игры вам не позволит играть с максимальным комфортом на максимальной графике. Хотя бы, если бы установили здесь МТК-6752, который 8 ядер по 1.7, это, конечно же, уже был бы совсем другой продукт. Ну и цена, естественно, была бы другой. Поэтому имеем то, что имеем. Получился очень добротный смартфон, который собирает реально огромное количество заказов. Высылаем эту модель ежедневно, каждый день по всей Украине. И клиенты наши очень довольны. Каких-то багов, лагов в прошивке не было замечено. Жалоб от клиентов не было. На этом все. Подписывайтесь на наш канал. Будем стараться для вас записывать больше обзоров. Извините, что не получилось записать этот обзор одним из первых в Украине. Но, к сожалению, так сложились обстоятельства. Мы в первую очередь интернет-магазин, а не канал обзоров из Китая. На этом все. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь в группу. Заходите к нам в интернет-магазин. И приобретайте Aukitel K6000 Pro. Он того стоит. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...